многие из вас знакомы с таким словом как аффирмация кому-то встречалось это слово в книгах кто-то услышал его при просмотре видео да и встречается она сейчас довольно нередко но обычно информации по этой теме не так уж и много даются какие-то общие характеристики и основные правила по применению и сегодня давайте попробуем разобраться что такое аффирмации зачем они нужны как их применять и действительно ли они работают аффирмация если говорить простыми словами то это позитивное утверждение небольшая фраза в которой акцент делается на том что человек хочет получить или чем он хочет обладать обычно такие позитивные утверждения направлены на изменение образа мысли человека и на изменение его укоренившихся убеждений аффирмации могут произноситься как вслух так и про себя многие люди ошибочно полагают что аффирмация это достаточно современное понятие которое появилось в нашей речи совсем недавно но это слово можно было встретить еще в малом энциклопедическом словаре брагауза и ефрона который выпускался с 1899 по 1909 год в этом словаре понятие аффирмация употребляется в значении положительного суждения которое отличается от отрицательного авторство аффирмаций приписывают известному французскому ученому эмилю куэ который был психологом разработавший метод психотерапии и личностного роста основанный на самовнушение эмиль куэ придерживался мнения что если человек будет постоянно повторять одни и те же слова то со временем они начнут вызывать у него соответствующее представление о нем а эти представления в свою очередь станут для него истиной превратившись в реальность данное научное предположение которое было выдвинуто эмилем куэ основывается на том что человеком в первую очередь управляет его воображение когда в сознании человека проникает какая-либо мысль она стремится стать истиной и выразиться в действительности и если человек будет страстно жила чего-то то постоянно говоря себе об этом он сможет воплотить это желание в действительность эмиль куэ в свою очередь сформировал основную аффирмацию которая звучит так с каждым днем мне становится во всех отношениях все лучше и лучше данная аффирмация была взята за основу впоследствии чего в дальнейшем было разработано множество всевозможных аффирмаций многие из которых даже применялись при лечении определенных заболеваний но если эмиль куэ был создателем методики аффирмаций то вот популяризатором этого понятия можно назвать луизу хэй которая является американской писательницей выпустившие более 30 книг по популярной психологии ни для кого не секрет что подсознательные установки и убеждения оказывают огромное влияние на жизнь человека и это влияние может быть как позитивное так и негативное и зачастую эти установки играют совсем не на руку человеку из-за чего они становятся причиной всевозможных страхов фобий ошибок и неудач которые постигают человека на его жизненном пути и основной задачей аффирмаций является воздействие на подсознание человека на исправление этих укоренившихся установок на то чтобы их переформулировать и изменить тем самым отрицательный заряд на положительный из-за чего у человека будет постепенно перепрограммироваться его подсознание улучшаться психоэмоциональный фон и создаваться предпосылки для положительных перемен в жизни как уже было сказано ранее основная задача аффирмации в том чтобы заменить деструктивные установки в подсознании человека на конструктивные убеждения но если вдаваться в подробности о том как именно работают аффирмации то конкретного ответа вряд ли получится найти так как работа аффирмации связана непосредственно с подсознанием человека принципы которого до сих пор остаются неразгаданными если попытаться описать работу аффирмации простыми словами то можно сказать следующее когда человек систематически повторяет одни и те же утверждения они со временем проникают в его подсознание и заменяют собой старые убеждения у человека начинает формироваться новые убеждения соответственно они начинают оказывать новые воздействия останавливая собой воздействие старых убеждений каких-то значимых перемен в жизни сразу же ожидать не стоит так как весь этот процесс будет проходить постепенно сначала у человека может начать меняться настроение в лучшую сторону могут появляться какие-то новые мысли может меняться реакции на происходящее вокруг него события и стоит уточнить что все эти изменения будут носить в себе позитивный характер со временем из-за новых установок у человека будет меняться мышление а вместе с этим и сам человек и его жизнь в целом перед тем как начать применять аффирмации вам необходимо их сформулировать и тут есть два варианта либо составить аффирмации самостоятельно либо воспользоваться уже готовыми аффирмациями что будет намного быстрее и удобнее как только вы нашли для себя необходимые аффирмации самое время применить их на практике в работе с аффирмациями нет абсолютно ничего сложного нужно просто придерживаться некоторых базовых правил во-первых проговаривать аффирмации лучше всего именно в моменты наибольшей восприимчивости подсознания это либо утром сразу после пробуждения либо перед сном когда вы уже почти заснули если вы будете дополнительно проговаривать аффирмации в течение дня это также не будет лишним во-вторых для большего эффекта аффирмацию необходимо проговаривать несколько раз подряд и в-третьих главное правило при работе с аффирмациями это регулярность чтобы вы смогли увидеть конкретные результаты от работы с аффирмациями вам необходимо не пропускать ни одного дня необходимо сделать так чтобы аффирмации стали вашей новой полезной привычкой